Глава 1. Италия. Слово «Италия» у разных людей вызывает совершенно разные ассоциации. Одни, говоря об Италии, подразумевают территорию, страну или знаменитых итальянцев, другие – государства. Ну а третьи имеют в виду население, людей, живущих там. Наша книга в первую очередь о фехтовании, а значит охватывает и территорию, и государство, и людей, которые там обретали определенные навыки и справлялись с жизненно важными задачами. Нас интересует конкретный исторический период, уходящий корнями в далекий XVI век, а именно в 1570 год, когда вышел в свет первый официально опубликованный трактат по фехтованию, сохранившийся по сей день. Это книга Джакомо Ди Грасси «Причины победоносного использования оружия, атаки и обороны». В то время Италия существовала в ином виде и территориально, и политически. Юг Италии принадлежал Испании, центр страны был французским и нормандским, а на севере существовали отдельные морские республики, такие как Генуа, Венеция, Пиза и т.д. А значит, едва ли следует воспринимать тогда территорию эту, как единое государство, с общим языком и культурой. Соответственно, с точки зрения воинского искусства, мы рассматриваем и анализируем каждую территорию отдельно. Школы фехтования в различных регионах кардинально отличались друг от друга. К примеру, самая северная точка страны – Венеция. Некоторое время была одним из сильнейших регионов этой территории. Венеция была отдельным морским государством, одним из самых богатейших и самодостаточных во всей Европе. Вблизи располагалась также еще одна морская держава Генуа, которая по многим показателям уступала своей соседке. Рассматривая эти государства в плане воинского искусства, мы могли определенно констатировать – они всегда тяготели преимущественно к морским боям. Это не означало, что их войска не умели сражаться на суше. Тому не так уж и мало примеров. Однако образ жизни и место в средневековой европейской политике были, в основном и главным образом, сведены именно к морским сражениям и завоеваниям. А бой на море и абордажная схватка сильно отличаются от любого сухопутного боя, что подвигало их школу фехтования, подготовки солдат и значительно разница с аналогами в других регионах. Пристального внимания заслуживает так называемая Болонская школа фехтования из Болонии. В период с конца XVII – начала XVIII века фехтовальная школа этого региона считалась одной из сильнейших во всей Европе. Однако нужно отметить, что Болонская школа больше стремилась к серийной подготовке солдат, о чем говорит значительный разнобой в подходах к обучению, подготовке и тактике боя в то время. При этом многие письменные труды по фехтованию публиковались в то время в Венеции. Причина – стремительное развитие венецианской книгопечатной отрасли. Приведу несколько примеров. Акили Мороцци. Новый рассказ балонийского основного маэстро об искусстве оружия. 1540 год. Джованни Дали Агокки из Болонии. Об искусстве фехтования, в котором кратко говорится об искусстве фехтования рыцарских турниров и организации сражений. Необходимая работа для капитанов, солдат и тех, кто хочет быть джентльменом. 1572 год. Анджело Виджани Даль Монтоне из Болонии. В диалоге мы обсуждаем превосходство оружия о нападении и защите. 1575 год. При этом трактаты балонских мастеров Джованни Дали Агокки и Анджело Виджани Даль Монтоне были изданы в Венеции и продолжали проповедовать именно школу фехтования Болонии. Мы могли бы предположить, что воинское искусство, школа фехтования были развиты и существовали в качестве инструмента выживания, завоевания новых территорий и в более древний период. Но из-за отсутствия более ранних возможностей печатать текст на бумаге качественно на многие века, опираемся лишь на источники, доступные по сей день. Более того, я утверждаю, это самый ранний документ о фехтовании во всем мире. Несколько лет с научными ассистентами и переводчиками мы колесили по миру, работали в библиотеках, институтах и архивах, по крупицам добывая трактаты величайших маэстро своих времен. Но подробнее об этой миссии я расскажу вам немного позже. Письменные источники крайне важны для любой школы фехтования. Довольно сложно представить школу в виде некой легенды, канувшей в прошлых веках. Для нас это был бы разговор совершенно беспредметный. К таким школам отношение всегда крайне скептическое. Исследуя исторические документы в мировых научных библиотеках, мы обратили внимание на то, что, начиная с XVII века, стремительно растет количество трудов по фехтованию. К примеру, сегодня только в Британской Королевской библиотеке хранится более тысячи документов по фехтованию из разных регионов Европы. Очевиден спрос на труды по воинскому искусству и обучению ему, что было бы условлено периодом бесконечных войн за территорией. Умение держать оружие в руках было ключевым навыком в то время. В установленные сроки овладеть нужным навыком – одна из главных и преобладающих задач любой эпохи для представителя того или иного социального класса, гражданина любого государства. Как сказал профессор генерал-лейтенант Григорий Семенович Попов, у человечества разных эпох существует понятие ключевого навыка. Этот навык является ключом к жизни. Нет этого навыка – умер. Есть – живешь. По этому поводу в своем трактате «Защита истинной науки об оружии» высказался рыцарь ордена святого Сантьяго Лоренс де Радо. В книге де Радо показывает истинное лицо Европы и описывает крах европейского фехтования. Цитата. «И с этой особенностью к оружию, которую представляет большинство его, простолюдина, учителей, они были заняты ранее в ремеслах очень далеких от меча. Это каменщики, плотники, кузнецы и другие, которые имеют хобби к практическому управлению мечом, и посредством многих упражнений и вложенных сил им удается нанести в бою четыре удара тому, кто знает меньше, чем они. Они поднялись с титулом учителей, оставили свои прежние профессии и предались безделию, будучи людьми, порочными и обманывающими республику. Потому, без каких-либо предписаний или причин, что одно вульгарное бормотание или фехтование не просто вытягивает деньги из бедного ученика, но они ставят под угрозу гибели жизнь в любой момент». Конец цитаты. Важно понимать, что потребность в воинском искусстве ощущалась на всей территории Италии. Но в силу приверженности той или иной школе фехтование отличалось. Это были совершенно разные системы. Я обобщил регионы, условно поделив всю Италию на север, юг и центр страны. Но на самом деле регионов и школ фехтования было значительно больше, чем три. Все ключевые и наиболее значимые системы фехтования мы с вами обязательно и подробно рассмотрим в этой книге с примерами из трактатов для большего понимания. Как уже упоминалось ранее, современная Италия является довольно молодым государством, возникшим лишь в 1861 году. До этого у нее не было единых атрибутов, руководителей и сословий. Территория была поделена на множество независимых государств с определенным европейским влиянием, о которых я говорил ранее. К примеру, центр и в некоторой степени север страны были подвержены французскому влиянию. С точки зрения воинского искусства, на мой взгляд, они обладали самой слабой школой, особенно в смысле оружия. Основной причиной такого положения дел была большая слабость в производстве, нехватка эффективных технологий, отсутствие необходимой промышленности. Таким образом, французы сильно отставали от своих европейских соседей. Условно-французский стиль начинался с боя на палках. Палки изготавливались из металла, но настоящих боевых клинков они не производили вплоть до XVIII века, о чем существует немало упоминаний в документах того времени. Такой опыт отразился на будущем развитии школы фехтования, так как палка, хоть металлическая, хоть какая, имеет отличные от клинка характеристики. Их бой долгое время был похож на поединок с палками, даже после налаживания производства холодного оружия. Еще одной причиной низкого уровня подготовки французской школы я бы обозначил разрозненность самого региона. Давайте вспомним роман Александра Дюма «Отца» графини де Монсаро. Дело было во Франции второй половины XVI века. Граф де Бюсси – потомок испанского рода. Шико и Андраге – венецианцы. Ашамберг – немец. Франция была неким сборником людей со всего света. Не зря Париж называли столицей мира. Множество стилей слились воедино во Франции, перемешавшись между собой. В итоге так называемый французский стиль фехтования был основан не столько на технике, сколько на различных приемах и уловках. Я бы даже сказал, что французскую систему сложно назвать фехтованием. Это большой сборник финтов и фокусов. Сохранившиеся документы по французскому фехтованию, на мой взгляд, значительно слабее и примитивнее, чем любой из испанских или южно-итальянских трактатов. В некоторых из них может быть всего 30-40 страниц. Для сравнения, трактат Джерара Тибо «Академия меча» 1628 года по испанскому фехтованию насчитывает 538 страниц. В плане изготовления оружия отдельно хотел бы отметить немцев. Не случайно уже Фрея де Пейрака, помните главного героя Анжелики Маркизы Ангелов, на руднике кузнечным делом и всей металлургии заправлял именно немец. Да, они в этом вопросе всегда были большими мастерами, как и венецианцы. Но немцы были первыми. Именно они обучали ремеслу изготовление различных клинков своих венецианских соседей. Не случайно регион Венеции и Генуи считается сильнейшим с точки зрения фехтования. Две морские богатейшие республики. Венеция ковала клинки, а Генуа их покупала. На юге страны, которая принадлежала Испании, также изготовляли очень качественные профессиональные клинки. Длинные и короткие. Как для своей армии, так и для продажи в другие регионы Европы. Но это была Испания, повторюсь, не Италия. Соответственно, и школа фехтования там была испанская до 1861 года. О современном фехтовании на юге Италии мы с вами подробно поговорим в отдельной главе. Это, как говорится, совсем другая история. Но, возвращаясь в XVI-XVIII века, мы не можем говорить об итальянском фехтовании. Такую ошибку часто допускают многие нынешние обыватели и исследователи. Италия всегда отставала от других европейских стран в воинском искусстве, промышленности и культуре. К примеру, дуэльный кодекс в Италии появился только в 1898 году, позже, чем во всех регионах Европы. Это также говорит о слабом устройстве и порядке, о низком уровне цивилизации, как бы жестко это ни звучало. Почему так считаю? Все просто. Отсутствие дуэльного кодекса говорит о том, что люди буквально могут делать все, что им вздумается. Убивать неугодных без правил и последствий. Поединки происходили по причине того, что одна группа людей чем-то не угодила другой. Ну или один человек что-либо не поделил с товарищем. Его просто вывели на улицу, убили и дело с концом. На дуэль друг друга не вызывали и тем более этому не обучали, в чем не было большой необходимости. Когда я начал изучать испанское фехтование, нам пришлось добыть, перевести и тщательно изучить огромное количество книг. Некоторым из них было более 400 лет. Это была, пожалуй, самая интересная часть исследования. Вот лишь небольшая часть из этого списка. Камила Агриппа. Трактат о науке оружия с философским диалогом. 1553 год. Джакомо Деграсси. Причины победоносного использования оружия для атаки и обороны. 1570 год. Иеронима де Каранза. Философия оружия и мастерство владения им. Христианская атака и защита. 1582 год. Луис Пачико де Нарваес. Величие меча. 1600 год. Франческо Альфиери. Искусство превосходного владения мечом. 1653 год. Жерар Тибо. Академия меча. 1628 год. Антонио Маттей. Неаполитанское фехтование с господствующим названием «Невозможное возможно». 1669 год. Луис Пачико де Нарваес и Николас Тамарис. Правила рыцарского ордена Святого Сантьяго. 1696 год. Николас Тамарис. Руководство и свет истинной дестрезы. 1696 год. Джузеппе Марсиката Половичини. Первая и вторая части фехтования Джузеппе Марсиката Половичини-Палермитанского. 1670 год. Франциско Лоренс де Радо. Защита истинной науки об оружии. 1711 год. Никола Таракузо и Вентура. Истинное неаполитанское фехтование. 1725 год. Эти и другие переведенные нами трактаты находятся в открытом доступе, и каждый желающий может с ними ознакомиться. Без первоисточников, с моей точки зрения, вообще невозможно двигаться дальше. Эти трактаты писали отцы-основатели испанского фехтования. И спасибо большое тем, с чьей помощью все эти труды сохранились до наших дней. Многие из документов оцифрованы, что облегчило процесс работы. Но были и книги, которые сохранились лишь в печатном виде. С ними мы работали прямо в библиотеках, долгими часами фотографируя каждую страницу с последующей расшифровкой и переводом. К моему большому удивлению, не все мастера фехтования разделяют этот подход от первоисточников. Многие из них не стали себя утруждать подобной работой. Однако после изучения и публикации переведенных трактатов стали очевидны многочисленные противоречия между написанными в документах и школами современников, которые позиционируются как исторические. Прошу заметить, что они являются носителями языка. Ясное дело, чем более старый трактат, тем древнее язык написания, но он все равно ближе и понятнее для людей из Италии, чем, к примеру, для нас. И даже эта логика не вдохновила современных маэстро потратить время на первоисточники. В чем, с моей точки зрения, состоит наибольшее противоречие между испанским фехтованием, описанным в трактатах, и новейшими школами? Любая школа фехтования, как и школа вообще, в первую очередь должна представлять из себя единую законченную систему, а также анатомию данной системы, методологию тренировок и прочее. В современных школах фехтования произошла подмена системы с собственным опытом. Пожалуй, больше всего меня позабавили удары ногами, которые показывали нам на мастер-классах с очень серьезным видом различные маэстро. Сопоставление их движений с изученным в документах очевидно показывает. Если так наносить удары ногами в реальном поединке на клинках, первый же такой удар оставит человека без ноги. Попробуйте представить, что у вас в руке находится абордажно-венецианский клинок, и ваш противник поднимает ногу, чтобы ударить вас в корпус, к примеру. Каковы будут ваши действия? Вы, конечно, ударите клинком по незащищенной ноге, чем мгновенно выведите противника из строя. Поединок будет окончен. А ведь это фехтование прошло немало войн, где ноги для солдата являются одним из ключевых факторов победы. Сложно представить, что кто-то на войне стал бы без необходимости рисковать хотя бы одной ногой. Согласитесь, звучит нелепо и даже забавно. Но я не шучу. Лично видел все эти демонстрации с ударами ногами и прыжками. Не подумайте, что я против современных школ фехтования. Я лишь делаю акцент на то, что эти системы возникли на территории Италии после 1861 года и к исторической системе не имеют какого-либо отношения. Именно поэтому мне сложно обозначить итальянскую школу фехтования как единую законченную историческую. Да, на этой земле, на отдельных государствах были свои школы в зависимости от типов ведения боя. Например, в Венеции, как мы уже говорили, система фехтования тяготеет к морскому бою. Во Флоренции, наоборот, большая часть боев проходила на территории города. Из засады, на мостах и так далее. Об этом много писал Никола Маккиавелли в книге «История Флоренции» 1532 года. В Болоне, как я заметил, маэстро было крайне мало. Они были не нужны, все силы направлялись на подготовку солдат. На юге, на относительно небольшом участке земли, были сосредоточены такие регионы, как Кампания, Апулия, Калабрия и Сицилия. Каждый из этих регионов был насыщен корифеями испанского фехтования и большим количеством печатных трудов. Далее мы поговорим о неаполитанском стиле фехтования, которому в большей степени посвящена данная книга. Это, несомненно, одна из сильнейших воинских систем мира. Но сегодня она стала оборванной иерархией, спрятанной, ушедшей в тень. Второй сильнейшей системой фехтования я бы обозначил советскую школу, которая также имеет испанские корни, так как была принесена из Венеции. Почему я могу так утверждать? Потому что советская система боевой подготовки армии, спецслужб и спецподразделений в значительной степени перекликается с трактатами, написанными на юге Италии 300-400 лет назад. Изменился размер клинка. Вместо меча и шпаги стали использовать короткие ножи и кинжалы. Но сама система осталась той же. Это еще одна особенность законченной системы фехтования. Не имеет значения, какое оружие вы используете – меч, кинжал, железный штырь или шариковую ручку. Принципы боя, атаки и обороны будут едиными. Нужно отметить, что венецианская система фехтования возникла раньше испанской, как бы формируя ее. Еще точнее можно сказать так. Испанская система фехтования включает в себя венецианскую и немецкую школы. Так характеризует испанский стиль Луис Пачека де Нарвайес в своем трактате «Величие меча». Именно испанский стиль считается первой системой фехтования в мире. Перед Испанией стояли задачи по завоеванию многочисленных территорий. Соответственно, была крайняя необходимость в создании сильнейшего и бескомпромиссного воинского искусства. Что с большим успехом удалось совершить сивильскому дворянину, командору Ордена Иисуса Христа и иеронима Санчесу де Каранзо. Он оставил после себя фундаментальный труд «Философия оружия», написанный в 1569 году. По названию становится понятным, что мы имеем дело не только с изложением новой системы фехтования, но и с тем, что это было сделано с опорой на философию – Платон, Аристотель, медицину, математику, геометрию, этику и т.д. Название созданной Каранзо системы – «Ля вердада де стреза» – можно интерпретировать как «высшее мастерство». Эта система впоследствии позволяла испанской армии одерживать победу за победой, сделав Испанию империей, над которой никогда не садится солнце. Как ученый, изучающий воинские системы более 30 лет, я уверенно могу сказать – испанское фехтование изучать сложно, потому что оно построено на научной основе. Это именно научное фехтование, как позиционирует его Иеронима де Каранзо. Цитата. «Правда, истинность и эффективность – есть эталон де стрезы. Де стрезу создает теория, то есть фундаментальная наука. Демонстрация доказывает работоспособность этой теории, и в результате возникает практика, как последствия демонстрации». Иеронима де Каранзо. Возвращаясь к неполитанскому стилю, первое, что необходимо знать – этот стиль возник значительно позже испанского стиля. Условно я бы сказал так. Неаполитанский стиль – это де стреза, испанское фехтование, прошедшее войны. Так де стреза использовалась испанской армией на протяжении многих лет, проводя экспансии. В результате сама система видоизменилась. Значительный промежуток времени и так называемый фильтр войны внесли определенные коррективы с точки зрения тактических схем, технических элементов сердечника и т.д. Практика применения всякой системы и опыт всегда вносят свои изменения. Это касается любого вида деятельности, в том числе не связанного с воинским искусством. Выражение – это его стиль, можно услышать о художнике, водителе, бизнесмене, хирурге и т.д. Вы что-то изучаете, трудитесь и начинаете применять полученные знания на практике. В итоге рождается новая система. Она очень похожа на старую, но все же это другой продукт, адаптированный под вашу психофизиологию и психомоторику. Так испанское фехтование преобразовалось в неаполитанский стиль испанского фехтования. На войне всегда присутствует индикатор эффективности – это победа. Те элементы, которые позволяли побеждать в поединках, оставались и закреплялись. Другие элементы, менее подходящие для поединков, видоизменялись. Дополнительно на эти изменения влияли географические, климатические и прочие условия, с которыми приходилось сталкиваться армиям. Поэтому неаполитанское фехтование стало настолько сложным. О главных личностях, стоявших у истока неаполитанского стиля, об анатомии и концепции самой системы, мы подробно будем говорить в пятой главе. Но для первого общего понимания я о кое-что расскажу уже здесь и сейчас. Итак, эта система состоит из трех стилей. Стиля Франческо Вилардита, стиля Леонардо Чакио и стиля Антонио Маттео. Это три основных родоначальника с разными подходами к тренировкам и ведению боя. При этом все три линии как бы переплетены между собой. Основная разница заключалась в видах деятельности, которыми занимался каждый из родоначальников. Таким образом, каждая из систем была адаптирована не только под конкретную психофизиологию, но и под задачи, которые стояли перед ними и их людьми. Таким образом, мы всегда будем иметь дело не просто с какой-то одной системой, но и с применением этой системы в зависимости от видов деятельности, в которых она используется. К примеру, ранее упомянутый Лоренц де Радо, которого считали вторым по степени уважения после Иеронима де Каранзо, всегда склоняется к тому, что маэстро, не испытавший воинскую систему в бою, не имеет права голоса и не может считаться компетентным в этом вопросе. Вот как он отзывается в книге «Благородство меча. Наука об инструменте оруженосца мече», об Иерониме де Каранзо и его главном ученике Пачико де Нарваеза. Цитата. И один и другой авторы выражали себя до того нечетко и туманно, что Каранзо был вынужден обратиться к другим книгам, предлагая в них отдельные правила для совершенства и преподавания этой науки. И как эта работа, что и ожидалось, не получила иллюстраций, так и нет никаких сведений о том, что она осталась рукописью, не хватает самого существенного, отчего она достигала такого большого предмета. А Дон Луис Пачико де Нарваез, как Аристотель к Платону, сводил все к более точным и четким терминам, в связи с чем пользовался большим уважением в странах Европы. А в Испании за свои заслуги Дон Луис, как философ Александра Великого, был достойным маэстро царя нашего синьора Дона Филиппа IV Великого, любимца Бога, величайшего из монархов Орбе, который признал имя ученика от мудрого мастера. Должен также отметить, что еще одной сложностью при изучении испанского фехтования для меня стал этап исследования современных школ, знакомства и общения с итальянскими и испанскими мастерами. Как уже говорилось ранее, я более 30 лет изучаю воинские системы. Так сложилось, что с самого детства у меня был доступ к библиотекам с любыми книгами по боевым искусствам, в том числе засекреченными и запрещенными. Меня в силу военного прошлого и специфики деятельности обучали лучшие преподаватели Советского Союза. Затем с этими знаниями, практикой и опытом мне нужно было заново становиться покорным учеником. Особенно сложно было играть эту роль, когда передо мной находились люди, организовавшие исключительно коммерческие проекты по воинским искусствам, но которые позиционировали себя как хранителей древних знаний. Приходилось задавать вопросы разным людям, делать вид, что я ничего не знаю о предмете исследования, дабы не вызывать подозрений. А это было не так-то просто, как может показаться. Ведь любой профессионал по одному вопросу, движению или жесту может определить, кто находится перед ним. Однако было крайне необходимо пройти этот этап, оставаясь объективным в течение всего исследования. Большую часть времени на первом этапе я изучал дестрезу по ночам. Я дал этим урокам кодовое название «Свидание с красивой женщиной». Причина в том, что мои научные ассистенты и переводчики преимущественно женщины. Они переводили трактаты с разных языков, записывали материал блоками аудио и пересылали мне. Так я изучал фехтование голосами женщин. Ну а ночью я это делал лишь потому, что днем был занят множеством других задач и обязательств. Переводить книги было очень сложно. Кроме того, что язык подачи древний, но еще и сам материал крайне сложный. Отдельно хотел бы отметить трактат Джерара Тибо «Академия меча». Эта книга по сей день является одной из моих настольных по испанскому фехтованию. Тибо относится к фехтованию как к науке, которая уходит корнями еще во времена гладиаторского искусства. Для примера приведу один фрагмент из его труда. Цитата. «И нет никакого смысла в том, чтобы понуждать и заставлять людей заниматься наукой. Все, что они совершают, не основывается на причинности правды и фундаментальной теории, но основывается на простой и неубедительной практике. Поэтому желать и сравнивать их тип фехтования с истинным мастерством обращения с оружием равнозначно тому, как поставить учебное пособие о механических работах в один уровень с открытиями математиков. Первые довольствуются тем, что просто получают некие эффекты, которые их интересуют и ничего более. В то время как вторые никогда с убеждением не заявляют того, что не основывается на нерушимых правилах». Жерар Тибо. Конец цитаты. Многие мастера в своих трактатах говорили о том, что человеку, не знающему дестрезы, очень сложно живется в этом мире. Сейчас объясню на примере, почему они так утверждали. Один из принципов испанского фехтования – так называемая прямая пропорция. Идея прямой пропорции заключается в следующем. Чем короче и проще движение, тем оно быстрее. Я когда-то объяснял этот принцип своим ученикам на примере работы с клиентами. Клиент может вам просто отказать, сказав «нет». Это самое короткое и быстрое действие. А вам, в свою очередь, необходимо совершить огромное количество действий для того, чтобы заключить с ним контракт, найти клиента, вывести его на контакт, провести переговоры и так далее. Поэтому контракты заключать так сложно. Как вы понимаете, это лишь один из сотен принципов, которые описаны в трактатах. Со временем, когда человек постигает эти знания, перестраивает свое мышление и как бы встраивается в эту систему, начинает думать математическими, биомеханическими, антропологическими категориями, то очень многое становится понятно не только с точки зрения воинского искусства, но и в жизни. Еще один из принципов, который хотел бы привести в пример, принадлежит Франциско Лоренцу де Радо. Я бы его обозначил как одного из мощнейших идеологов, описывающих преимущества умения быстрой перестройки. В условиях экспансии обстоятельства могут меняться ежеминутно. Чтобы добиться результата и просто выжить, необходимо мгновенно реагировать на любые события. Поэтому он говорил так. Много людей полегло здесь первое время. Но на то мы и европейцы, образованные люди, чтобы быстро откорректировать себя. Так и произошло, и потери прекратились. Люди очень быстро поняли, что происходит. Конец цитат. В жизни человека я считаю это умение крайне важным фактором. Мгновенно понять, что работает, что не работает. Что необходимо сделать иначе и выполнить максимум со второго раза. Думаю, не стоит подробно описывать преимущества такого человека перед медлительным и нерешительным. Исходя из всего вышесказанного, я всегда говорю обывателям, которые интересуются изучением испанского или неаполитанского фехтования, чтобы они несколько раз подумали, прежде чем браться за учебу. Возможно, кому-то будет лучше и проще заниматься, условно говоря, боксом или борьбой. В этом случае будет доступ к профессиональным тренерам, опыту соревнований, чемпионатов, олимпийских игр. Но если вы будете изучать дестрезу, то придется делать это наедине с самим собой, шаг за шагом постигая науку, оставленную нам предшественниками. Я изучал испанское фехтование более двух лет, начиная с самого первого аудио, переданного мне помощницей. Для меня это огромный срок. Более того, два года обучения заняло у меня, и это не означает, что человек с любым уровнем подготовки справится за два года. Кому-то может понадобиться четыре, пять и более лет. Все полученные данные необходимо перерабатывать, превращая в движение, в тактику использования системы, а затем нужно научиться ей пользоваться. Вы должны не только прочитать и понять, что говорил автор, но и проникнуть в тайну, пойти глубже. Истинная дестреза основана на совершенных и непоколебимых основах, таких, что даже строгость времени не стащила ее. Дестреза не устарела. Она окружена крепкими стенами наук, которые помогут вам вместе с правдой, так, чтобы каждый был уверен и укрепил ее. Так же, как в математике есть точность и правда, так же и в дестрезе все усиливается демонстрацией. В арифметике есть правда и точность, и дестреза связана с арифметикой тоже, потому что мы имеем дело с причиной и явлением. Фрагмент из книги «Величие меча» Луиса Пачека де Нарваеза. Подводя итог, я хотел бы сказать всем, кто будет читать эту книгу с целью изучения и постижения науки фехтования, вам необходимо настроиться на весьма серьезную работу. Я помогу вам осмыслить фехтование, но не смогу за вас превратить знания в тактику и движение. Я могу сократить вам время на понимание, но не смогу за вас практиковать систему. Я решил так подробно описывать свой путь обучения для того, чтобы отвечать на вопросы, которые будут возникать у вас, ведь когда-то эти вопросы задавал себе я сам. Поэтому я считаю, что, начиная преподавать что-либо, крайне важно вспомнить, как учился ты сам. Все вопросы при обучении возникают от сложностей. Когда вам что-то дается легко и просто, вопросы не возникают. Но испанское фехтование у вас не будет получаться сразу и запросто, я вас уверяю. И чтобы это преодолеть, необходимо повышать уровень образованности. Только так постепенно идет процесс совершенствования, который впоследствии превращает науку в искусство, как говорил Лоренц Дорадо. И закончить данную главу, я бы хотел цитаты из великого труда одного из основателей де Стрезе, истинного испанского фехтования и иронима де Каранзе «Философия оружия. Третий диалог», 1569 год. Цитата. «Мы хорошо знаем, все, что делает наука, имеет начало природы и опыта, из-за чего философы говорили, что вся наука – это имитация природы, и что истинная основа всех наук – это опыт, в том порядке, что из многих чувств получалась память и из многих воспоминаний – опыт, из большого опыта – наука, и отсюда вы будете знать, что отцом мудрости является навык, и память – это ваша мать. Таким образом, природа делает человека искусным, наука делает все возможным, а навык делает его могущественным. И здесь вы поймете, что опыт разных вещей был изобретателем различных искусств». Конец цитаты. Сноски. Первое. Трактат «Причины победоносного использования оружия для атаки и обороны». Написан венецианским мастером фехтования Джакомо Деграсси в 1570 году. Джакомо Деграсси написал свой фундаментальный труд по венецианскому фехтованию, чем начал новую эпоху и этап развития фехтования, в том числе повлиял на развитие итальянской школы фехтования. Ему удалось сохранить наследие, которое дошло до наших дней. Текст трактата был позже переведен на английский язык и опубликован в 1594 году. Перевод трактата Джакомо Деграсси был одним из самых известных трех трудов в Англии времен Елизаветинской эпохи. В 2017 году трактат был впервые переведен на русский язык НИИ мировых традиций воинских искусств и криминальных исследований применения оружия совместно со школой испанского фехтования Дестреза Ачинеч. Сноска 2. Григорий Семенович Попов Профессор, генерал-лейтенант, гений советской научной эпохи 30-х годов. Жизнь этого ученого посвящена исследованию памяти, ее механизмов, изучению методик и подходов, проясняющих вопросы постановки навыков. Григорий Семенович Попов ввел в научный оборот термин «ключевой навык эпохи» – главный навык, обеспечивающий возможность существования и жизнедеятельности личности в определенный исторический период. Сноска 3. Орден Святого Сантьяго. Один из самых доблестных орденов Испанской империи. Командором Ордена Святого Сантьяго был рыцарь Джакомо Лакуова. Его считали хозяином Юга Италии. О нем ходили легенды, как о гениальном психологе, невероятным интеллектуальным и выдающимся рыцаре. Джакомо Лакуову воспитал Антонио Матея и Полермскую школу фехтования. Каждое его слово было аксиомой, которая не подлежит рассмотрению. Деятельность Ордена значительно повлияла на культуру Сицилии. Возможно, одной из основных причин является принятое другое название на этой территории. Орден или Братство Святого Джакомо Красного Меча стало известным и почитаемым на юге Италии в период Средневековья. По некоторым источникам, происхождение Ордена идет из города Нара. В дальнейшем представительство Ордена распространялось практически по всему острову. В Трапане Братство Святого Джакомо уже активно действовало приблизительно с 1420 года. Это дисциплинарное братство засвидетельствовано в 1459 году вместе с другими братствами Джакомо в Корлеоне, Калезано, Рондацу и Кастельоно де Сицилия, которые платили апостольскую десятину римской церкви. В XVI веке произошло значительное увеличение и распространение Ордена по всему региону. Его существование подтверждено в Кастельверано, Алькамо, Ликате, Мусамеле, Палермо, Чимине, Склофани Бани, Герасий Сикуло, Фрателло, Рондаца, Патерно, Катани и Рагузи. Сноска 4. Луис Пачико де Нарвейс. Величие меча. 1600 год. Трактат представляет собой учебник по фехтованию, в котором описана его техника. В книге написано, что любой человек без кого-либо, без учителя, может с помощью этой книги освоить испанское фехтование дестрезе. Интересной особенностью трактата является то, что на его публикацию Луис Пачико де Нарвейс просил личное разрешение короля. Сноска 5. Иеронима Санчес де Каранзе. Годы жизни. 1539-1600. Севильский дворянин, гуманист, ученый. Один из создателей испанской школы фехтования дестрезе. Автор трактата по фехтованию «Философия оружия». Каранзе создал идеал поэта и воина, что стало главным жизненным ориентиром дворянина. Его работа по фехтованию – начало боевого стиля в Испании, который просуществовал почти 300 лет. Сноска 6. Сердечник системы. Это исчерпывающее количество фундаментальных элементов, которые формируют общую базу системы воинского искусства. Сноска 7. Первая линия неаполитанского стиля – полермитанская. Родоначальник Пьетро Вилардита. Создана как атакующая система и предназначалась для армии. Ведь кто атакует, тот побеждает, а кому, как ни армии, надо было побеждать любыми способами. Сноска 8. Вторая линия неаполитанского стиля – контратакующая. Родоначальник Леонардо Чакио. Известна как система контрразведки короля Карла V, свойственная ордену францисканцев. Сноска 9. Третья линия неаполитанского стиля – построена, на обмане. Родоначальник Джакома Лакуова. Однако не представляется возможным рассматривать его как величайшего маэстро в силу того, что у историков и независимых экспертов нет документов. Они просто не сохранились к 21 веку. А потому документально не дано иллюстрировать его труды. Зато возможно рассматривать как одного из главных представителей данной линии – Антонио Маттея. Данная линия предназначалась для разведки, поскольку именно ей при осуществлении своей деятельности необходимо было обманывать противника, чтобы мочь решать свои разведывательно-диверсионные задачи.